Эта книга была открытием. Вышедшая впервые в середине 20-х годов прошлого века, Вересаевская хроника, наряду с положительными отзывами, вызвала всесторонний критический обстрел. Однако новизна и значение книги подтверждались даже оппонентами Викентия Вересаева. Вересаев не пишет портрет Пушкина сам. Он делает это как бы чужими руками, сам же он проводит очень умело художественный принцип контраста, разноречия. При этом все скрепляется, связывается единой мыслью о Пушкине, великом поэте. Когда книга Вересаева вышла, то, судя по рецензиям, она не устраивала критиков, потому что не укладывалась в односторонние концепции пушкинского творчества. В отличие от схем, то была живая книга о живом Пушкине. Вересаев создал редкостный эффект присутствия великой личности. В этой книге для нас сохранено немало ярких черт, выбранных с любовью и пониманием, из бесчисленного множества сообщений и публикаций о Пушкине и его времени. И расположен этот материал при строгой хронологии с таким блеском остросюжетного повествования, что от книги невозможно оторваться. Играя на сплетениях и противоречиях документов Вересаев создал очень плотную повествовательную ткань, такой редко удается достичь и в авторской прозе. Пушкину жизнь был первой попыткой заменить биографию документальным романом.